Я приветствую всех вас сегодня. Мы продолжаем наши беседы о Ветхом Завете. Сегодня многие из вас будут удивлены, как много пророческого послания содержится в Ветхом Завете. Как много пророков писало книги Ветхого Завета. И самый главный вопрос, почему это так? Вся программа, которую Бог разрабатывал по спасению человеческого рода, она связана с одной единственной личностью, это личность Иисус Христос. Но узнать этого человека очень сложно. Этот человек будет говорить очень радикальные вещи. Он будет очень странным на фоне всей религиозной практики Израиля. Многие люди, даже его ученики, уйдут после некоторых его заявлений. Но спасение каждого человека на земле. Напрямую зависит от того, принимаю я эту личность или не принимаю. Потому Бог хотел сделать так, чтобы люди имели доверие к этой личности. Вокруг этого была построена вся программа. Апостол Павел сказал, Бог явился во плоти. Апостол Павел сказал, Бог явился во плоти. Принят верою в мире. Потому что если он не принят моею верою. Потому что если он не принят моею верою. То он напрасно явился во плоти и напрасно умирал. Я не смогу спастись. Несмотря на то, что он умер за мои грехи. Потому вопрос моей веры очень важен. Как сделать так, чтобы я поверил, что вот этот человек и есть обещанный Богом Мессия. Потому все Писания, которые были написаны в Ветхом Завете. Содержат очень высокий процент предсказаний. То есть деталей, которые произойдут в будущем. Апостолы стали свидетелями и очевидцами того, как эти предсказания сбывались. Потому Ветхий Завет, все книги Ветхого Завета очень-очень важны. Я скажу сейчас вещь, которая многих из вас удивит. Каждый раз, когда на страницах Нового Завета вы встречаете слово Писание или Писание, Все эти термины Писание или Писание имеют отношение только к Ветхому Завету. Каждый раз, когда встречаете слово в Новом Завете, Писание или Писание, Это имеет отношение к Старому Завету. У нас нет времени это доказывать. Нужен хотя бы один час, чтобы вам каждое слово открывать в Новом Завете и показывать. Если вы мне не доверяете, вы можете это проверить дома. Другими словами, авторы Нового Завета Связывали все, что было сказано в Ветхом Завете пророками С теми событиями, которые происходили у них на глазах. Чтобы потом показать на Христа. Чтобы потом показать на Христа. Значит, переходим дальше, потому что я сегодня утром сказал только половину своей проповеди. В Ветхом Завете есть четыре великих пророка и двенадцать малых пророков. Я не буду называть сейчас малых пророков. но четыре великих пророка это Исаия Иезекииль Иеремия и Даниил и потом еще двенадцать пророков которые тоже каждый написали свои книги вы представляете из тридцати девяти книг Ветхого Завета шестнадцать книг пророческих и в числе этих пророков шестнадцати нет Моисея нет Давида нет Самуила нет Авраама нет Илии пророка который приходил на гору преображения и говорил с Христом о его миссии среди этих пророков нет Валаама пророка который даже евреем не был но в Библии есть пророчество Валаама о Христе то есть такое чувство что весь Ветхий Завет каждый второй это пророки когда последний пророк проговорил наступила пауза на несколько столетий и явился Иоанн Креститель и явился Иоанн Креститель о котором написано Луки 7.28 Христос о нем сказал так говорю вам из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя Иоанн Креститель пришел в силе и духе пророка Ильи те из вас которые знают Библию пророк Илья в древности был очень великим пророком этот человек по его молитве огонь сходил с неба по его молитве не было дождя и начинался дождь во всей стране он единственный человек в истории которого Бог забрал на колеснице на небеса he's the only person in history that God took up to heaven on a chariot теперь Библия говорит что Иоанн Креститель пришел в той же самой силе и в том же самом духе как пророк Илья and now the Bible is saying that the prophet or John the Baptist came in that same power and anointing that Elijah had но когда ты смотришь на Иоанна ты не видишь ни одного чуда которое бы он совершил but when you look at John there's not even one miracle that he performed Иоанн выглядит очень бедным таким слабым на фоне пророка Ильи in light of Elijah John looks a bit poor но Библия говорит что он действовал точно в той же самой силе и помазании что и пророк Илья but the Bible says that he acted in the same power and anointing as the prophet Elijah Иоанн был необычным человеком John was an unusual person все знали и говорили о том как он родился everybody knew and talked about how he was born когда он был подростком он ушел в пустыне и жил в уединении он одевался странно у него свой рацион был он ел другую пищу he dressed strangely he had his own unusual diet и в один день он начал кричать в пустыне and one day and one day he began to yell out in the wilderness не в храме а в пустыне not in the temple but in the wilderness все священники первосвященник все службы все священные писания все было в храме the ministers the high priest and all of the priests everything was in the temple а этот странный человек один был в пустыне and this strange man who was alone was in the wilderness но когда он начал кричать приготовьте путь к Господу прямыми сделайте дороги к нему but when he began to yell out make a path a straight path for the Lord люди такое чувство услышали как Бог через этого человека кричал people seem to sense as if God was crying or yelling out through this man и людей никто не заставлял но все пошли на Иордан креститься nobody forced people but everyone flocked to the Jordan to be baptized люди исповедовали грехи свои и крестились в покаянии people were confessing their sins and were being baptized in repentance в Библии написано вся та местность вся окрестность Иорданская шли к нему креститься это говорит о том что у него было сильное помазание от Бога и так как Илья пророк когда-то вернул Израиля к Богу так Иоанн вернул Израиля к Богу но когда Иоанн уже был в зените славы его все уважали даже спрашивали может и Христос он сказал я не Христос он собрал весь свой авторитет и все свое влияние которое он имел на людей и в один день он повернулся к незнакомому человеку который шел к нему навстречу и сказал это огнец Божий который берет на себя грех мира потому что Иоанну и его авторитету доверяли все люди то есть Бог сделал так чтобы все авторитеты показывали на Христа и мы сейчас придем к некоторым конкретным текстам Иоанн 1.28 это происходило при Иордане где крестил Иоанн на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит учтите он не знал Иисуса как Сына Божьего consider the fact that he didn't know Jesus as the Son of God очень возможно вероятно что они знали друг друга как родственники или знакомые или друзья но он не знал что среди вот этих его близких людей есть Сын Божий Мессия которого ждали столетиями и тысячелетиями и вдруг он говорит вот Агнец Божий который берет на себя грех мира Иоанн это это сей о котором я сказал за мною идет муж который стал впереди меня потому что он был прежде меня это вы думаете что Иоанн имеет ввиду их разницу в возрасте То Иоанн старше Иисуса на шесть месяцев. А здесь он говорит, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. В других переводах Библии написано, он существовал задолго до того, как я родился. То есть он показывает на Христа, как на Бога, который существовал в веках. И это, говорит Иоанн, самый великий авторитет в той местности. Читайте дальше. Я не знал Его, но для того пришел крестить в воде, чтобы Он был явлен Израилю. Я myself did not know Him, but the reason I came baptizing with water was that He might be revealed to Israel. И свидетельствовал Иоанн и говорил, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on Him. Я не знал Его, но пославший, с большой буквы, меня крестить в воде, сказал мне, I myself did not know Him, but the one who sent me to baptize with water told me, На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот и есть крестящий Духом Святым. The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. И я видел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий. I have seen and I testify that this is God's chosen one. На другой день опять стоял Иоанн и двое из его учеников. The next day John was there again with two of his disciples. И они увидели снова Иисуса идущего. When he saw Jesus passing by, he said, И он сказал, это Агнец Божий. He said, look, the Lamb of God. Услышав эти слова, два ученика пошли за Иисусом. When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. То есть Бог собрал все авторитеты Ветхого Завета, заканчивая Иоанном Крестителем. And so God gathered all of the authority of the Old Testament culminating in John at this time. Чтобы они много раз разными способами показали на будущего Мессию. That in many ways they would all point to the coming Messiah. Что нужно усвоить сегодня? What should we take in today? Что пророков было много. That there were many prophets. Писаний пророческих было много. There were many passages or scriptures of prophecy. Примет или знаков было много. There were many signs. И свидетелей исполнения этих пророчеств тоже было много. And there were many eyewindesses to these events as well. Представьте себе обратную ситуацию. Imagine for yourself the opposite situation. Что был только один пророк. That there was only one prophet. Выберем самого яркого. Ну допустим Давида. Let's choose the brightest one. Perhaps David. И он произнес только одну примету. Только один знак. Который должен показать на Мессию. And he gave us only one sign that pointed to the Messiah. Возьмем самый яркий знак. Самую яркую примету. Это воскресение из мертвых. We'll just take one sign. Maybe the brightest one. And that would be the resurrection from the dead. Давид действительно, будучи пророком, сказал, что Иисус будет воскрешен из мертвых. David himself, being a prophet, did in fact prophesy that the Messiah would be raised from the dead. Представьте себе, что есть только один свидетель того, о чем пророчествовал Давид. Now imagine for yourself that there was only one witness of what David prophesied. Допустим, это женщина, Мария, которой явился Иисус после воскресения из мертвых. Perhaps it's this one woman, Mary, who was the witness of Jesus after he rose from the dead. Итак, у нас есть только один пророк, Давид. And so we have one prophet, David. У нас есть только один знак, который указывает на Мессию. Это воскресение из мертвых. And we have one sign pointing to the Messiah, and that's the resurrection from the dead. И у нас есть только один свидетель, это женщина, Мария. And we have only one witness, and that's this woman named Mary. Которая видела правда, ну, говорит так, что видела Иисуса Христа воскрешен. Who says that she saw Jesus rise from the dead. Вы бы поверили в этого Мессию при вот таких документах. Would you believe in this Messiah on the face of this sort of proof? Вам достаточно вот таких доказательств? Is this enough proof for you? Вы бы отдали ему жизнь? Вы бы поверили в его учения? Would you give him your life? Would you believe his teaching? Я бы скорее воинам поверил, чем Марии. I would have rather believed the soldiers before Mary. Потому что воины утверждали обратное, чем Мария. The soldiers were confirming something contrary to what Mary was. Они говорили, что никакой не воскрес, пришли ученики ночи и украли его. And they said he didn't rise from the dead. The disciples came at night and they stole him. Я бы Марии не поверил. I wouldn't have believed Mary. Но Бог позаботился о том, чтобы пророков было много. But God made it so that there would be many prophets. Чтобы знаков или примет, указывающих на Мессию, было много. That there would be many signs indicating the Messiah. И чтобы свидетелей, как исполняются эти пророчества, тоже было много. And that there would be also very many witnesses to these events that would occur. Чтобы люди могли не перепутать и действительно узнать Мессию среди многих людей. So that people wouldn't confuse and would be able to discern the Messiah. Давайте остановимся на некоторых из них. We're going to stop at a few of these. Пророк Михей за шесть столетий до того, как родится Христос, пророчествовал. The prophet Micah, six hundred years before Christ was born, prophesied. О месте его рождения. About the place of his birth. Вот что он написал. Here's what he wrote. Ты, Вифлеем, Ефрафа, Мало ли ты между тысячами иудинами? But you, Bethlehem, Ефраф, Though you are small among the clans of Judah, Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, И которого происхождение от начала, от дней вечных. Out of you will come for me one who will be ruler over Israel, Whose origins are from of old, from ancient times. Ну, написал пророк. Ты написал. And so the prophet wrote it. Проходит сто лет, двести, пятьсот, почти шестьсот. One hundred, two hundred, and then five, and almost six hundred years passes. Рождается Иисус, но мы ничего не знаем о Нем, как о Сыне Божьем. Jesus is born, but we don't yet know anything about Him as the Son of God. Некоторые люди, которые разбирались в звездах, Увидели новую звезду. И они поняли, что это знак того, что родился Великий Царь. И они начинают его искать. Когда мы смотрим открыточки рождественские, Мы видим там трех мудрецов на трех верблюдах. And we often see on the Christmas card the three wise men on three camels. На самом деле, это была очень большая делегация. But in reality, this was a very large delegation. По нескольким причинам. For a few reasons. Во-первых, это были очень знаменитые люди. Во-вторых, они везли очень дорогие подарки. Эти подарки нужно было охранять. В-третьих, их дорога была очень долгой. Я читал, когда русский царь Петр I путешествовал в Европу. У него это взяло около трех месяцев. Чтобы попасть в Голландию. Потому что наступила зима, они должны были пересесть на сани и уже ехать по снегу. Because when winter would come, they would have to change their mode of transportation. Его сопровождали несколько сот охранных воинов. And he had a few hundred soldiers for defense. Его сопровождала провизия повара, которые готовили им еду. То есть, когда мудрецы въехали в Иерусалим, они наделали много шума. And so when the wise men arrived in Jerusalem, they stirred up quite the noise. Весь Иерусалим пришел в движение. All of Jerusalem began to stir. Это была очень серьезная делегация, много людей. Давайте об этом прочитаем, Матфея 2 главы. We're going to read about this in Matthew chapter 2. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дне царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magai from the east came to Jerusalem and asked. А где родившийся царь Иудейский? Потому что мы видели звезду его на востоке, пришли поклониться ему. Услышав это, царь Ирод забеспокоился, встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, царь спрашивал у них, где должен родиться Христос? When He had called together all the people's chief priests and teachers of the law, He asked them where the Messiah was to be born. Вы знаете, что слово Христос и слово Мессия это понятия синонимы. You know that the words Christ and Messiah are synonymous. И Иисус это обычное имя, как Александр. Jesus is just the typical name, just like Alexander. А Христос, Он один. But Christ is one. Это Мессия, Он один. It's the Messiah, there is only one. То есть Иисусов может быть много, 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 а Христос может быть только один. There can be many, many Jesuses, but there can only be one Christ. Итак, царь спрашивает, где должен родиться Мессия? And so the king is asking, where is the Messiah to be born? У кого он спрашивает? Who is he asking? У людей, которые хорошо разбирались в Писаниях. People who knew scripture very well. Которые читали пророков. Who were reading the prophets. Не все верят этим документам. They all trust and believe these documents. Что отвечают эти люди царю? What were these men replying to the king? Они сказали ему, в Вифлееме иудейском так написано через пророка. И через пророка. In Bethlehem and Judea they replied, for this is what the prophet has written. Ты, Вифлеем, земля Иодина. Ты не меньше других воеводств Иодиных. Потому что из тебя произойдет вождь, который спасет народ мой Израиля. But you, Bethlehem, in the land of Judea are by no means least among the rulers of Judea. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Значит, в Вифлееме. So it must be in Bethlehem. Ну, давайте посмотрим на вот рождение Мессии с перспективы Бога. Now let's take a look at the birth of the Messiah from God's perspective. Бог хорошо знал, где родится Мессия. Бог знал, где ты родишься. God knew very well where the Messiah was to be born. God knew where you would be born. Но зачем Богу нужно было 600 лет назад точно показать адрес, где родится Мессия? But why did God have to show the exact address, where the Messiah was to be born 600 years prior? Чтобы люди могли Его узнать. That people would be able to recognize Him. Это были приметы, по которым можно было узнать настоящую Мессию. These were signs that you could use to distinguish the true Messiah. Поэтому Бог из всех континентов на земле выбирает Азию. And so out of all the continents in the world, God chose Asia. Если бы Бог через пророка сказал, что Мессия родится в Азии. If God had spoken through the prophets that the Messiah would be born in Asia. Это уже знак. That's already a sign. Когда ты смотришь на родословную Иисуса, Он должен быть именно из Азии. And so when you look at the lineage of Christ, He has to be from Asia. Ну, Азия очень большая. But of course, Asia is very large. Потому Бог сужает этот адрес. And so God narrows this address. Из всех государств Азии того времени, Бог выбирает Ханаан. Из Ханаана, Бог выбирает провинцию Палестины и указывает Иудею. And out of all of that, God narrows to Palestine, the province of Palestine, and then Judea within it. Ну, если бы сегодня из восьми миллиардов людей. And if today out of eight billion people, Бог сказал, что Мессия произойдет из Израиля. God would say that the Messiah will come from Israel. Он родится в одном из городов Израиля. He's going to be born in one of the towns of Israel. То мы понимаем, что Израиль это маленькая достаточно территория. Then of course we understand that Israel is a pretty small territory. Потому человек, который претендует или претендовал бы сегодня на роль Мессии. And so the person who would claim the role of the Messiah today. Он не может быть ни с России, ни с Китая. Can't be from Russia or from China. Он должен быть из Израиля. They have to be from Israel. Это подсказка серьезная. And that's a pretty strong hint. Но Бог говорит, что из всех городов Иудеи, Мессия должен родиться в Ифлиеме. But God is saying, out of all the towns or cities of Judea, He's to be born in Bethlehem. Но Вифлием это небольшая деревня, даже не город, который насчитывал около тысячи человек. But Bethlehem is not even a town, it's a village of no more than a thousand. Теперь посмотрите на Марию. Now take a look at Mary. Которая беременна, и через неделю или через несколько дней она уже должна родить ребенка. Who's been pregnant and is ready to give birth to a child. И она вообще живет в другом месте. Ей до Вифлиема очень далеко. And she's living somewhere completely different, and she's even far away from Bethlehem. Ну, издается указ срочно всем явиться для переписи населения. But suddenly the census appears that calls people to come home. И это вызывает бунт. Было очень много протестов, пишут историки в то время. And the historians write that this caused a great deal of rebellion. Дороги были перекрыты, восстания были, мятежи. Опасно было путешествовать. Указ римский заставил людей всех перемещаться вместо своего рождения. But this command of the Roman Empire caused people to go back to their hometowns. Гостиницы все переполнены, негде даже заночевать. All the hotels are full and there's nowhere to find a room. Но Мария должна повиноваться указу. But Mary has to follow the command. И они оказываются именно в Вифлееме. И у нее начинаются схватки, и она рождает мальчика. Именно в этой деревне. And she finds herself in Bethlehem, and her contractions start, and suddenly she gives birth to this boy specifically in Bethlehem. Теперь посмотрите на родословную Христа. Now take a look at the lineage of Christ. Это отдельная, огромная, интересная тема. This is a separate, very interesting, enormous topic. Бог через пророков предсказывает, что в семени Авраама благословятся все народы земли. God spoke through the prophet that in the seed of Abraham all the nations would be blessed. Галатам третья глава говорит. In Galatians chapter 3 it says, Что семя Авраама это Христос. That the seed of Abraham is Christ. Итак, у нас есть информация, что Мессия произойдет от Авраама. And so we have this information that the Messiah would come from Abraham. Это уже облегчает наш поиск Мессии. This already lightens our path to finding the Messiah. Но у Авраама было два сына. But Abraham had two sons. Измаила и Исаака. Isaac and Ishmael. Бог уточняет адрес и говорит, Не от Измаила произойдет Мессия, а от Исаака. But God narrows the address and says, It won't be of Ishmael, but of Isaac. Потому не надо искать Мессию среди арабского населения, Которые потомки Измаила. So don't look for the Messiah among the Arab descendants who are of Ishmael. Да, но у Исаака тоже было два сына. Yeah, but Isaac also had two sons. Исав и Иаков. Jacob and Issa. И Господь говорит, что будущий Мессия произойдет от Иакова. And God says that the coming Messiah will come of Jacob. Смотрите, если сегодня какой-то пророк говорит, из этих двух кандидатов в президенты, вот этот будет президентом. If somebody says today, out of these two candidates that we have, this one will be the president. Ну то это 50 на 50. That's about a 50-50. И если даже он правильно скажет. And even if they happen to be right. Мы говорим, да, это истинный пророк. Он правда сказал, что именно этот человек будет кандидатом, будет президентом. And we say, yeah, that must be a true prophet, since this candidate is going to indeed the president. Да, но это 50 на 50. Yeah, but that was a 50-50. Хорошо. От Иакова произойдет Мессия. Very well, the Messiah will come from Jacob. Ну допустим, этот кандидат, который претендует на роль Мессии, действительно произошел от Иакова. But assume that this person who is contending to be the Messiah does indeed come from Jacob. Может это быть совпадением или нет? Can that just be a coincidence? Вот Иакова произошла масса народа. Jacob had a lot of ancestors and a lot of lineage. Да, но у Иакова было 12 сыновей. He had 12 sons. Бог говорит, именно через колено Иуды произойдет Мессия. And God says it specifically through the clan or the tribe of Judah. Не ищите Мессию в других 11 коленах. Don't seek for the Messiah among the other 11 tribes. Если человек, который говорит, я Мессия, произошел из любого из 11 колен, If the person claiming to be the Messiah is of any of the other 11 tribes, значит он не Мессия. That means they are not the Messiah. Истинный Мессия произошел именно из колена Иуды. The true Messiah is from the tribe of Judah. Да, но в колене Иуды были тысячи семей. Yeah, but the tribe of Judah had thousands of families. Бог говорит, хорошо. And God says, fine. Давайте называть имена. Let's name names. Он произойдет из дома Иесея. He's going to come from the household of Jesse. Да, но у Иесея восемь сыновей. But Jesse has eight sons. Хорошо. Very well. Это Давид. It's going to be David. Он произойдет из дома Давида. He'll come from the house of David. И ты чувствуешь, что у тебя начинают мурашки бегать по телу. And then you feel the ants running up and down your body. Этим всем Господь помогает нам найти Мессию. With all of this, God helps us find the Messiah. Это так, как почтальон приносит письмо. It's the same as the mailman bringing a letter. Сразу на конверте мы пишем страну. At first we write the country. Потом мы пишем регион. And then we list the region. Потом мы в русском, скажем, как Россия поделена, там области есть. And then, like in the Soviet Union or in Russia, they have regions. Потом в этой области есть очень много городов. And then there are many towns in this region. Указан конкретный город. And then a specific town is indicated. Это помогает. This helps. Найти тебя, которому адресовано письмо. To find you, the person to whom the letter is addressed. А как же по-другому тебя найти? How else can we find you? Потом в этом городе указан район. But then there's a neighborhood or a town that's listed in this region. Потом в этом районе очень много улиц. And there are many streets, of course, in this town. Указана улица. And a specific street is determined. Потом указан номер дома. And then a house number. Если в этом доме живет пять или семь человек. But if there are five or seven individuals living in this home. Указано твое имя и фамилия. It says even your name and your last name. Потому из восьми миллиардов людей можно найти тебя. And so out of eight billion, it is possible to find you. Это то, что делал Бог с Иисусом. That's what God was doing with Jesus. Чтобы все люди могли Его узнать. That all the people would be able to recognize Him. Кроме этого, было очень много разных примет. Знаете, как сегодня ищут какого-то преступника и говорят, обратите внимание на его приметы. Допустим, там на левом плече у него есть шрам три сантиметра. Об Иисусе Христе этих примет было около четырехсот. There were about four hundred signs about Jesus. Это не может быть совпадением. It can't be just a coincidence. Я вам покажу некоторые из них. I'm going to show you a few of them. Пророк Захария пишет в одиннадцатой главе. Захария writes in chapter 11. Скажу им, если угодно, то дайте мне мою плату. I told them, if you think it best, give me my pay. То есть оцените меня, сколько я стою. So evaluate me, how much am I worth? Если нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне тридцать серебряников. But if not, keep it. So they paid me thirty pieces of silver. И сказал мне Господь, брось эти деньги в церковное хранилище. And the Lord said to me, throw it to the potter. Это высокая цена, в какую оценили меня. The handsome price at which they valued me. Я взял тридцать серебряников и бросил их в дом Господен. So I took the thirty pieces of silver and threw them to the potter at the house of the Lord. Для горшечника. To the potter at the house of the Lord. Что оно такое? Пять-шесть столетий до Иисуса Христа. So what is this five to six hundred years before Christ? Теперь читаем Матфея двадцать седьмую главу. Let's read now Matthew 27. С третьего стиха. Starting from verse 3. Тогда Иуда, который предал его, то есть Христа, увидев, что Христос осужден, раскаялся и возвратил тридцать серебряников, первосвященникам и старишным. И бросил серебряники в храме. Он их не на улице отдал. Он их в храме бросил точно как Пророк сказал. Вышел, пошел и покончил с собой, удавился. И then he left and committed suicide. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, нельзя, непозволительно положить их в церковную сокровищницу или казну, потому что это цена крови. Они посовещались и купили на них землю горшечника для погребения странников. Этот участок земли до сегодняшнего дня называется землею крови. Тогда исполнилось сказанное через Пророка, который говорит, и взяли тридцать серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Знаете, что меня удивляет? Знаете, что меня удивляет в этом всем? Это то, что в этом плане божественном принимали участие даже враги Господни. То есть люди, которые в Бога не веровали, священных писаний не знали, но они в точности исполняли то, что сказал Пророк. Вы понимаете, о чем мы говорим? Одно дело, это Иисус, который знает волю Божью и исполняет ее. И совершенно другое дело, это все люди, которые ненавидят Иисуса. И они все равно делают точно то, что сказал Пророк шесть столетий назад. Ты здесь не можешь подыграть, знаете, подстроить пророчества и их исполдение. You can't somehow fake this where you align their prophecy and what happens. Посмотрите еще. Я пропускаю, у нас осталось три с половиной минуты. Давайте прочитаем Евангелие на одиннадцатую главу. We're going to read John chapter 11 47-го стиха. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и сказали, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Here is this man performing many signs. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют нашим городом. If we let him go on like this, everyone will believe him and then the Romans will come and take away both our temple and our nation. Один же из них, из этого круга людей, которого звали Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал, Then one of them named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up. Вы ничего не знаете и не думаете. You know nothing at all. You do not realize, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. That it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish. Вы представляете, что он сказал? Can you imagine what he's saying? Он практически проповедь сказал. Он Евангелие сказал. He was practically preaching. He was sharing the gospel. Он сказал, что это лучше, чтобы один, имея в виду Христос, умер, тогда все не умрут. He's saying it's better that this one man, that is Jesus Christ, die, than everyone else won't have to. А если он один не умрет, то мы все умрем. But if he, one, doesn't die, then all of us will die. Так а кто этот, кто этот человек? So who is this person? Он что, апостол? Или он проповедует благую весть? Is he an apostle who is sharing the gospel? Нет, он человек, который голосует за то, чтобы убить Иисуса. No, he's the one voting for Jesus to be killed. Он исполняет волю Божью, совершенно не понимая того, что он делает. He's fulfilling God's will without having any idea what he's doing. Посмотрите, что дальше здесь написано. And take a look at what's written here further. Это сказал он не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. He did not say this on his own, but as high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation. И не только за народ, но чтобы всех рассеянных детей Божьих собрать воедино. And not only for the nation, but also for the scattered children of God to bring them together and make them one. С этого дня они решили убить его. То есть даже люди, которые не понимали, что Бог делает, получается, исполняли то, что Он запланировал. И когда ученики все это видели, и потом начинали сопоставлять пророчества о Христе, приметы, and they began to put together the signs and the prophecies, и то, что они видели, and what they're seeing, и то, что видели многие другие люди, and what many others were seeing, все говорили, это Мессия. Everyone said, this is the Messiah. один только текст, последний, когда апостол Павел проповедовал, это Деяние апостола, 26 глава. One last text of apostle Paul in Acts, когда он с 22 стиха проповедует царю Агриппе. In Acts 26, starting in verse 22, when he's speaking to king Agrippa. Вы только подумайте, что говорит апостол Павел. Think about what апостол Paul is saying. But God has helped me to this very day, so I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen. Какое сильное заявление. What a powerful statement. Я ничего не говорю, кроме того, что Моисей сказал. I'm not saying anything apart from what Moses said. Потому Христос говорил евреям так. And that's why Christ said to the Jews, если бы вы верили Моисею, вы бы поверили и мне, потому что Моисей писал обо мне. If you had believed Moses, you would believe me because Moses wrote about me. А кто-то из учеников прибежал к своему брату and one of the disciples ran to his brother и сказал, мы нашли того, о ком писал Моисей и пророки. And said, we found the one that Moses and the prophets wrote about. Теперь смотрите, что Павел говорит царю о гриппе. Now look at what Paul says to the king. Я ничего другого не говорю, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет то, и что Христос должен пострадать. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen that the Messiah would suffer. И восстав первой из мертвых возвести свет народу иудейскому и язычникам. And as the first to rise from the dead would bring the message of light to his own people and to the Gentiles. Когда Павел так защищался, And so Paul was defending himself in this way. Фест громким голосом сказал Павлу, безумствуешь ты, Павел. At this point Festus interrupted Paul's defense and said, you are out of your mind, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Your great learning is driving you insane. Что отвечает Павел? What does Paul reply with? Нет, достопочтенный Фест сказал Павел, я не безумствую. I am not insane, most excellent Festus Paul replied. Я говорю слова истинные и здравого смысла. What I am saying is true and reasonable. А где же здесь здравый смысл? What is reasonable here? Потому что знает царь, перед которым я говорю так смело. The king is familiar with these things and I can speak freely to him. Поэтому я не верю, чтобы от царя было что-нибудь из этого скрыто, потому что это не в углу происходило. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it was not done in a corner. То есть он практически говорит, вы все это знаете. And so he's practically saying you know all of this. Вы сами все это видели. You saw all of this yourself. Сотни тысяч людей свидетели тому, что происходило с Иисусом. Hundreds of thousands of people are witnesses to what was happening with Jesus. Потому что я говорю слова здравого смысла. And so I'm speaking words that are reasonable. И дальше Павел говорит, веришь ли царь Агриппа пророкам? And then he says, King Agrippa, do you believe the prophets? Знаю, что веришь. I know you do. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделать отца христианином. Then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? Друзья, мы имеем дело с Богом. Friends, we're dealing with God. С огромным планом, в котором участвует Бог. The enormous plan that God is partaking in. В который вовлечены многие пророки древности. That many of the prophets of old are drawn into. Множество предсказаний сбылось. Many of the prophecies have been fulfilled. И пророки их записали. Амина, апостолы их записали. And the apostles wrote these down. Потому наша вера, она основана на текстах Ветхого Завета. And so our faith is founded on these scriptures of the Old Testament. И Дух Святой помогает нам веровать. And the Holy Spirit helps us believe. Давайте поднимемся на ноги. Let's stand to our feet. Вы, конечно же, помните эту историю. You, of course, remember this story. Когда Эфиоп, Эфиоплянин, который ехал из Иерусалима в Газу. When the Ethiopian was traveling from Jerusalem to Gaza. И он читал книгу пророка какого? Isaiah. And he was reading the book of the prophet Isaiah. Как начинается 53-я глава книги пророка Исаии? How does chapter 53 of the book of Isaiah begin? Самая сложная глава. It's the most difficult chapter. Некоторые еврейские раввины вообще хотят ее удалить, убрать эту главу. There are even Jewish rabbis that would like to remove this chapter. Потому что она вся о Христе. Because it's entirely about Christ. Эта глава начинается вопросом. This chapter begins with a question. Когда Исаия узнал все, что произойдет с Мессией, when Isaiah came to find out all that would happen with the Messiah, и должен был написать об этом, and he had to write about it, он начинает эту главу с вопроса. He begins the chapter with a question. Кто поверит слышанному от нас? Who will believe these words? что Бог возьмет своего Сына на крест? That God will take His own Сон to the cross. Что Бог возложит на Него грехи всех нас? That God will place all of our sins upon Him? Что Господу угодно будет убить Его? That it would please God to kill Him? Кто в это поверит? Who will believe? Потому этот Эфиоп читал эти тексты Исаии. И не понимал о чем он читает. И когда Филип сел к нему рядом, он сказал, что это о Христе. И когда они проезжали мимо воды, Эфиоп сказал, вот вода, что мешает мне креститься? He said, the Ethiopian said, here is water, what hinders me from being baptized? Филип сказал, если ты веришь от всего сердца, то можно. И Филип веришься в воду и они сошли оба в воду. И Филип крестил его. И как только они выходили с воды, Дух Святой сошел на Эфиопа. Дух Святой всегда действует вместе с Благой Вестью. The Holy Spirit always acts in unison with the Gospel. как только этот человек начал читать Исаию. Дух Божий уже сказал Филипу, быстро иди на ту дорогу. Там человек читает о Христе. Объясни ему, что писал Исаия. Августин очень хорошо сказал об этой главе Исаии. Он сказал когда я читаю 53 главу Исаии. Мне кажется я читаю не пророчество а Евангелие. Если ты веруешь в Иисуса и ты спасен просто поклоняйся Ему. If you believe in Jesus and you are saved just worship Him. Если ты сегодня в Него поверил просто прими Его в свою жизнь accept Him into your life because Он есть тот единственный обещанный Богом Мессия because He is the one promised Messiah of God and if God couldn't find another way to save you and I don't try to find that way on your own there is no other name under heaven given to man by which we can be saved apart from the name of Jesus Christ Lord we bow before you we worship you Father through Jesus Christ for your great plan of salvation we're amazed how persistent you are in saving us you have done so much to help us believe you sent so many prophets who prophesied in your name these prophets were killed and hated but they brought the news of Christ and like many of the apostles who died unnatural deaths they were killed and tortured to share the good news that we have received and been saved today is our turn Christ today we would like to spread this good news today we will open our lips and speak about you today we will tell our neighbors and our friends today we will explain the fifty third chapter of Isaiah Сегодня мы в пасхальную неделю будем говорить, что Пасха наша это Христос, заклонный за нас. Мы будем проповедовать о Тебе. Мы будем проповедовать о Тебе. На всяком месте. Во имя Иисуса. Пусть многие люди спасутся. Пусть у людей появится вера. Пусть они будут крещены. Пусть на них сойдет Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Я поклоняюсь Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя, Отец. За такой мощный план спасения. Да, прославишься Ты. Да будешь Ты возвеличен в моем сердце. И в сердце Твоей церкви. И в сердце Твоей церкви. Во имя Иисуса. В имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо.